Не знаю, такое двоякое чувство у меня лично самого. Почему? Потому что я когда пояс защитил, выиграл пояс, да, как-то мне непонятно было. Ну, выиграл, выиграл бой просто. Действительно, когда вот, наверное, больше то, что это был реванш у меня и то, что я вот реванш взял и защитил пояс, да, это, наверное, да, действительно, как бы внутри немножко больше эмоционально для меня оказалось, что я победил, да, там, взял реванш, оставил пояс дома. И люди как-то ко мне начали тоже относиться, я думаю, больше с уважением, потому что видели, как первый бой закончился, как второй бой закончился. Ну, первое время чего скрывать, да, немножко было такое ощущение, да, я там чемпион, там, пипец выиграл, защитил. Время прошло, я вот буквально перед этими сборами, что-то за дня два до выезда сюда бой свой пересмотрел опять. Не знаю, я так всех, я вот часто боюсь, наших пацанов пересматривать, свои так особо не смотрю. Защиту, да, с американцев. Мне бой не понравился. Как я подрался, мне не понравился. Я, честно, расстроился, пришел на тренировку, с тренерами общаться, давай там, пару моментов. Ну, я был недоволен вот этим своим третьим раундом, почему я так повел себя, хотя не должен был так в тени вести. Меня все успокаивают, говорят, ну, у вас там темп был колоссальный, говорит, первые два раунда, говорит. Я просел уже в третьем раунде, я отдал, я спину отдал, я там, как бы, по позиции отдал, для добивания там отдал, мне это не понравилось. А почему я отдал, значит, я где-то просел функционально, хотя функционально работа была проделана большая. Но это другой момент, может, где-то я где-то неправильно силы распределил, допустим. Ну, действительно, первые два раунда у нас там темп очень высокий был, там и борьба была, и ударка была, и там, добивание у меня два раза было, там, я так выкладывался, чтобы добить его так, в принципе, не смог. Вот, может быть, я на это, как бы, ссылаюсь. Ну, для меня это не показательно, как бы, есть над чем работать. Я вот пересмотрел бой, и теперь у меня есть над чем работать. Мы с тренерами обсудили, какой период времени у меня был просед. Надо бы над этим теперь, в промежутком времени, как бы, усиленно надо работать и улучшить его. Вот, я буквально пришел на тренировки, я ночью посмотрел это видео, утром пришел на тренировку, и вот именно в той минуте, где я просел, я на тренировке, как раз, круговую делаю, безостановочную. Два раунда сделал на пять с плюсом. Третий раунд у меня опять начался просаживать. Я сам по себе чувствую, почему-то я просаживаюсь. Вот в этот третий раунд я, как бы, добавил, прибавил, там, через себя перешагнул. Четвертый раунд тоже самое, через себя перешагнул. И, как бы, понял, что, действительно, у меня, значит, где-то есть проблемы с этим. Надо над собой работать. Вот, сейчас в город приедем, дальше, после этих сборов будем работать. Помнишь, в Шамбулак приехали на сборы? Очень. Да, готовились, да, на свои защиты, что я, что Жалгас, да, там, команда наша приехала. У нас внутри был такой разговор между собой, да. Вот сейчас мы на сборы готовимся, у нас защита в один день. У нас это могло быть как? Это могло быть конец, да, нашей песенки, грубо говоря, если мы там с Жалгасом, Жалгас Багаудинову проигрывают, американцу опять проигрывают, и все. Грубо говоря, это опять шаг на два-три года назад, опять работа все заново, потом, это была случайность, он случайно Жалгов выиграл там с Тагиром, я случайно там с Аситром выиграл там. Засудили, Тагира засудили, тебе повезло. Да, мне повезло, что там попал, короче, ну, грубо говоря, это, ну, как бы, это как-нибудь конец нашего пути был, потому что мы тоже не молодые, возрастные уже бойцы, вот, ну, или это только начало нашего пути. Вот на сборах у нас был такой диалог, там, с нашей командой, вот мы сидели, это конец пути будет или начало, нам самим выбирать, да, и как мы тоже, если мы все причины сделаем, пойдем вперед и захотим, что это было начало, а не конец, ну, это будет начало. Если мы там, грубо говоря, руки опустим, да, и мы проиграем это бой, и мы проиграем. Вот, из-за этого как-то, знаешь, мы как-то внутренне не были согласны, да, что это будет конец нашего пути, да, и мы на сборах решили, что это будет только начало большого пути, может, другого какой-то истории, другого листа какого-то нашего жизни, вот, и я думаю, что, конечно, я не буду забегать вперед, будет ли UFC у меня, будет ли UFC у Жалгаса, допустим, неважно, это будет, или Fight Night, или М1, если мы будем, останемся в своих лигах, то мы, по крайней мере, постараемся там же зажечь по-серьезному, опять, то, чтобы не хуже были выступления, да, там, не просто победить, а прямо, чтобы это были выступления классные, потому что настрой у нас хороший, огонь, огонь есть у меня, есть у наших, у всех ребят, допустим, кто еще выступает в нашей команде, в Орлане, в Веркенкуше, там, все заряженные, вот, после того года прям все действительно не только просто показательно, как будто все сделали результаты, а все горят, все заряженные, вот, если, конечно, в этом году у нас шанс появится в UFC, допустим, дебютировать, и там газануть, газанем там, почему нет, может быть, это дополнительно еще как-то стимулирует молодежь, да, и всех остальных бойцов, чтобы, о, блин, уже пацаны там, повыигрывали в Fight Night, с М1, горилла, уже в UFC, геруза, блин, а мы чем хуже, давай мы тоже там, так же будут побеждать, пусть, пусть будет, вот, в прошлом году сколько у нас, четыре пояса было, да, М1, Шавхат, Асу М1, я М1, Жако, Fight Night, да, четыре пояса, пусть будет еще больше поясов у наших казахстанских бойцов, там, пусть еще гориллу выиграют, а, Доврин еще, гориллу выиграют, пусть еще и горилла в Fight Night, пусть еще больше выиграют наших бойцов, пусть еще больше в UFC попадают, вообще, я только рад буду, пусть это будет толчок для всех наших бойцов, потому что, допустим, у нас, как будто, у нас не было этого толчка, у нас не было тех тренеров, допустим, да, или вот тех примеров своих, имею в виду, да, тренера-то есть свои, не было своих таких примеров, вот, допустим, кто-то, грубо говоря, там, И мы мальчик такой, сам выиграл, поднялся, по любителям что-то подрался, выиграл, потом в профи перешел, выиграл поезд того же М1 или Файт Найдс, и потом в UFC. Не было таких. Как бы мы немножко так вот, нам, наверное, повезло, так Богу угодно было, что мы вот так вот, мы такими людьми стали, нас сейчас все смотрят. И мы не имеем права, допустим, сейчас свернуть или на заднюю дать. Мы только вперед идем и смотрим только вперед. Субтитры сделал DimaTorzok